Утром в субботу Пиф радостно рассказывал своим родителям про новую игру в Роблоксе. Сегодня ему на почту пришло письмо. Там было написано, что в игре можно заработать робаксы. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. После завтрака Пиф отпросился поиграть на компьютере. Кликнул на ссылку и начал собирать монетки. Родители уселись смотреть телевизор. И только через два часа заметили, что сын все еще играет. Мать решила проверить его. Пиф, тебе пора на тренировку. Парень сидел перед компьютером, как заколдованный. Мать подошла поближе, но он не обращал на нее внимания. Тогда она вырубила комп и начала трясти сына. Хватит играть, ты уже как зомби. Пиф очнулся, схватил сумку и убежал. У него было прекрасное настроение. Он представлял, что купит на первые заработанные Робаксы в игре. Мать не заметила, как вновь включился его компьютер. Это повлияло на парня. Он быстро свернул со своего маршрута. Гоги целыми днями гонял на скейте. Изучал сложные трюки. Спорт был частью его жизни. Его друг Боря рассказал, что вчера играл в прикольную игру. Из-за прохождения получил Робаксы. Идем вместе поиграем. Гоги не поверил другу. Не могут Робаксы вот так взять и появиться на столе. Обиженный Боря ушел. А Гоги продолжил кататься. Гоги увидел воришку с чужой сумкой в руках. Бросился на помощь. Догнал негодяя. И вернул сумку бедной бабуле. Преступник успел скрыться. Бабуля поблагодарила храбреца. И попросила проводить ее домой. Вдруг этот негодяй вернется. Гоги согласился. По пути бабуля рассказала. Как тяжело ей жилось одной. После смерти дедушки. Она пригласила его на чай. Гоги не смог отказаться. Когда она показывала ему свои фотографии. На кухне появился здоровый мужик. Она рассказала ему. Как Гоги. Геройски вернул ее сумочку. Нам нужны такие ребята как ты. Гоги был в шоке. Это оказался секретный дом спецагентов. А бабуля. Молодая девушка. Мозес предложил парню. Стать внештатным сотрудником ФБР. Бузи рассказала. Что они ищут причину. Увеличения преступности в городе. Каждый второй подросток. Становится вором. Хулиганом. Вымогателям. Убийцей. ФБР. Нужны свои люди. Среди молодежи. Гоги с радостью согласился. Бузи выдала новобранцу секретный значок. И инструкцию. Что надо делать. Он почувствовал себя крутым агентом. Начал гонять по городу. В поисках подозрительных ребят. Заезжал в самые опасные районы. Пытался подружиться с местными хулиганами. И узнать. Что они замышляют. Вали отсюда мажор. Гоги понял. Влиться в криминальный мир. Не так просто. Он заехал к своей подруге Аське. Она была очень умна. И всегда могла подсказать. Хорошую идею. Что надо. Мне необходимо влиться в банду. Гоги показал ей свой значок. Рассказал. Как предотвратил преступление. А потом. Стал помощником спецагентов. Вот было бы здорово. Работать вместе. Аська была занята. Она разрабатывала программу. Умный город. Которая не только добавит. Удобство жителям города. Но и поможет. Бороться с преступностью. Мне надо идти к мэру города. Показать свой проект. По дороге домой. Гоги встретил Борю и Пифа. Он сразу вспомнил этого негодяя. Это же преступник. Зачем ты с ним связался? Это неправда. Пацаны рассказали. Что познакомились в игре. И теперь вместе зарабатывают робаксы. Разговор чуть не закончился дракой. Они разошлись врагами. Было уже совсем поздно. Гоги вернулся домой. На кухне грустный отец жаловался маме. Что ему не выдали зарплату. Из-за ограбления. Дочь владельца булочной. Тайком проникла в кабинет. К своему отцу. И украла из сейфа все деньги. Теперь ему нечем выдать зарплату своим работникам. Девочку поймали. Но она утверждает. Что ничего не брала. И не знает где деньги. Хотя запись видеокамеры доказывает. Что это сделала именно она. По телевизору начались новости. Полицейские поймали воришку. Который украл велосипед. И пытался скрыться от погони. При задержании. Он попал в аварию. И был арестован. Его подельнику удалось скрыться. Гоги переживал. Неужели его друг тоже стал вором. Когда родители легли спать. Он отправился к Мозесу. Рассказал ему про своего друга. И обвинил во всем пифа. Завтра я лично разберусь с этим делом. Гоги вернулся домой. И лег спать. Во сне он увидел заброшенный город. От забывания ветра на пустых улицах. Ему стало жутко. Послышался крик. Это был Боря. Он кричал и просил помощи. Веревка оборвалась. Друг пропал в яме. Гоги подбежал поближе. Друга там не было. Только какие-то странные цифры мелькали на дне ямы. Он проснулся от этого кошмара. С плохим настроением. С самого утра в полицейском участке были слышны крики. Руперт допрашивал Борю. Я ничего плохого не делал. Я просто играл в игру и зарабатывал робаксы. А потом меня арестовали. Руперт показал ему видео, где он гнал от полиции на чужом велике. Но Боря только плакал. Мне не нужно воровать. Я зарабатываю в игре. Руперт решил проверить, что это за игра такая. Он присел за рабочий компьютер и начал собирать монетки. На экране появился кот. Полицейский попался. Он уничтожил улики против Бори и выпустил парня на свободу. Сокамерники Бори тоже хотели выйти. Но Руперт сообщил, что их нет в особом списке избранных. В полицейский участок приехал Мозес. Руперт доложил, что произошла ошибка. И поймали не того парня. Мозес удивился, но не стал вникать в подробности. Его срочно вызвали в свой отдел. Гоги сидел дома, когда вышло новое видео его любимого блогера-каратиста. Тот показывал разные смертельные удары. И Гоги внимательно повторял за ним. Но потом блогер начал рекламировать новую игру. Где можно зарабатывать робаксы. Гоги вспомнил. Боря и Пиф рассказывали ему про эту игру. Он кликнул по ссылке. И начал собирать монетки. Ребята уже ждали Гоги. Пиф разбил витрину ювелирного магазина. Не обращая внимания на сигнализацию. Они залезли внутрь. И начали собирать драгоценности. Потом отправились на черный рынок. Продали награбленное. Закинули большую часть робаксов в банкомат. И перевели на анонимный счет. Гоги очнулся дома. На экране мелькало сообщение о победе. На столе лежали робаксы. Какой-то мутный тип. За мощным компьютером. Наблюдал за всем этим. Ребзики. Если вам понравилась эта история. То давайте соберем 50 тысяч лайков. И я сделаю продолжение.